В конце 20 века волна преступности заплеснула Россию. Никто не чувствует себя в безопасности. Криминальные сообщества действуют все более дерзко. Они врываются в квартиры, насилуют, убивают и грабят. Наш сериал о тех, кто ведет борьбу с преступностью. В этой необъявленной криминальной войне работники органов внутренних дел могут противопоставить им только одно. Но личное мужество. Только за минувший год в городе Санкт-Петербурге было совершено 120 преступлений, связанных с хищениями художественных ценностей. Раскрыть такие преступления непросто. Иногда проходят годы кропотливой работы, пока удается выйти на след. Тем не менее, такая работа ведется, и она приносит свои плоды. Сейчас вы видите, как в аэропорту Пулково приземлился самолет из Самары. В этом самолете находится человек, который является одним из наиболее опасных представителей преступной среды. Вот уже три года, как он создает и возглавляет банды, которые грабят частных коллекционеров. Многие из членов этих преступных группировок уже находятся за решеткой. Однако задержать с поличными главаря не удается. Сегодня вы увидите финал операции по его задержанию, которую разработали сыщики нашего отдела. Человек на борту самолета и есть тот самый главарь, Ашот. Он же Седой. Сейчас мы вам покажем оперативную съемку задержания одной из банд, созданных Ашотом. 12 ограблений за 8 месяцев совершили они по его наводке. Каждое из ограблений было тщательно разработано. В группировку входило около 30 человек. Они не ограничивались только похищением ценностей. Своих жертв преступники зверски избивали, садистски мучили. Это младший сержант внутренней службы. Инспектор учреждения. Скотина. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Это кровь на полу от того, что брали бандитов очень жестко. Когда группа захвата «Тайфун» ворвалась в квартиру, преступники оказали ожесточенное вооруженное сопротивление. Рискуя жизнью, бойцы «Тайфуна» взяли квартиру штурмом. Банда была обезврежена полностью. Не было только Ашота. Более того, при допросе задержанных оказалось, что никто из членов банды ни разу не увидел Ашота в лицо. А мы сейчас его увидим. Вот он спускается по трапу. Это седой человек средних лет. За ним идет сотрудник нашего отдела Евгений Юдинков. Именно он разработал операцию, в результате которой мы надеемся Ашота взять. По оперативным данным Санкт-Петербург, Ашот приехал для того, чтобы организовать еще одно ограбление. Как удалось выяснить Евгению, бандит получил заказ на ценную картину, которая находится в частном собрании одного питерского коллекционера. Сейчас вы видите его квартиру. Пока одни оперативники следят за передвижениями Ашота, другие ведут наблюдение за самой квартирой и окрестностями дома. Вот сейчас сыщики уже зафиксировали несколько членов преступной группы. Они тоже ведут слежку за квартирой. Значит, оперативные данные верны. Что-то готовится. На приеме, на приеме. Контактов не было. Встречайте. А наши сыщики в аэропорту продолжают следить за Ашотом. Вы видите, машина уже ждала его на стоянке. Практически в считанные минуты Ашот покидает территорию аэропорта. Именно в четкости и отличной организацией действий всех своих преступных группировок заключается криминальный талант Ашота. Видимо, сейчас кто-то из ребят займется выяснением, кто же подогнал машину к стоянке. А Евгений тем временем продолжает следить за Ашотом. Вместе с ним в машине находится и оператор. Как обстановка? Нормально, нормально. Ведет себя спокойно. Сзади машин не вижу. Операцию, которая разворачивается сейчас на ваших глазах, мы разрабатывали несколько месяцев. Как только в адрес вошли, все фиксация. Когда выяснилось, какая именно картина заказана Ашоту, возник план взять на контроль квартиру ее владельца. Однако для этого требовалось согласие самого коллекционера. Вы знаете, это очень дорогая картина. 18 век голландское искусство. У меня в связи с этим какое предложение? Может, мы у вас в квартире стоим за саду? За саду. За саду. И возьмем вас в паричном. Вы знаете, пожалуй, я соглашусь. Да, потому что я действительно побаиваюсь. Я очень рад, что у нас леса и община. Объект подъехал, выходит из машины. Тем временем слежка продолжается. Ашот выходит из машины, направляется к дому и входит в подъезд. Чтобы его не упустить, сразу вслед за ним отправляются два наших сотрудника со скрытой камерой. Как же, так сказать, мы на тысячу рублей-то в месяц проживем? Я не знаю. Подождите нас, пожалуйста. Подождите. Сейчас, сигарету выброшу. Побыстрее можно? Ой, извините, ради бога. Вам на какой? Вам на какой? Пятый. Пятый? На шестой. На шестой. Давай пятый нажимай. Опа! А это, похоже, наши клиенты. Так, адух, давай-ка в магазинке покопайся. Евгений с остальным из сыщиков остается в машине. Возможно, именно отсюда Ашот будет руководить ограблением. Мы следим за квартирой, в которую он вошел, и за подъездами к дому. Как понял, принимай. Понял у вас, понял, готово. Чем они занимаются? Сейчас наши скрытые камеры фиксируют предполагаемых преступников. Я что? На приеме. Объекты ваши. Отвести 12-ю квартиру, как понял. Замечательно, ждем. Понял, есть. Как поняли все... А это та самая квартира, откуда, как вы уже знаете, ведется наблюдение за преступниками. Пока ситуация находится под контролем. Личности преступников, за которыми ведется наблюдение, были установлены в результате оперативно-розыскной работы. Один из эпизодов такой работы я хочу вам сейчас показать. Камеру смотри вот так. Что такое? Объясните, ребята. Любовь. Этот человек, Гея, был ближайшим другом Ашота. Именно ему главарь отдавал на хранение похищенные картины. Но, как это часто бывает, денег показалось мало. И в ход пошли наркотики. Задержание Геи было произведено за хранение и распространение наркотиков. В квартире была найдена одна из похищенных картин. Это был еще один шаг к раскрытию тайны личности Ашота. Эти деньги получены за проданный героин. Они мечены. Для Евгения это была законная возможность допросить задержанного и его соседей о картине. Женя, а вот эпизод с Геей, он чем-нибудь помог? Эпизод с Геей нам помог здорово. Я не помню, я говорил или нет. У нас же Гея временно отошел от Ашота. Отошел, потому что стал заниматься сбытом героина. А Ашот, по нашим данным, с наркоманами не работает. По этому поводу у них как будто пошел разлад. И нам пришлось брать Гею на этапе сбыток героина для того, чтобы, в общем-то, было о чем с ним говорить. Для поддержки штанов, что называется. Пока глухие эпизоды он не курится, но, по крайней мере, адресовщик на Джамбула он нам слил. Где же Ашот в последнее время обитал. Оперативникам пришлось разделиться. Две машины остались у дома Ашота. Остальные движутся сейчас за голубой четверкой, которую мы засекли у его подъезда. Слежка продолжается. А мы сейчас покажем вам еще одну запись. В настоящий момент там, по нашей информации, находится группа из пяти человек, которые занимаются разбойными нападениями. Наша парадная и наша квартира находятся вот здесь. Здесь еще есть парадная и здесь есть парадная. Применяем ключ для проникновения. Это скрытое проникновение дела на ветра. Ну, поспорим, какой будет характер дверей. То есть там уже по месту специалистов его поставишь. Ну, можно даже пауков задействовать, если при кряне волк. Нет, там дверь такая обычная, там притон, трекоморная квартира. Тогда все. Значит, санкция получена. Следующим шагом в плане нашего отдела была операция по безвреживанию банды в притоне на улице Джамбула. Именно там, по оперативным данным, мог оказаться и сам маршрут. Все члены банды были задержаны. Ашот опять скрылся. Однако в ходе следствия удалось узнать схему действий главаря. Самым трудным было установить личность Ашота. Ни один из членов банды, организованных им, не встречался с Ашотом лично. Даже когда он назначал такую встречу, вместе с себя Ашот присылал подставное лицо. Именно этот человек и передавал инструкции и планы ограбления. Мимо нас прошел, мимо нас прошел, наконец-то. Четверка явно направляется в сторону дома коллекционера. До него остался один квартал. Сыщики вынуждены вплотную приблизиться к машине, чтобы не потерять ее из вида. Сам Ашот по-прежнему держится в тени, это его обычная тактика. Мимо нас прошел, мимо нас прошел, сопровождаем. Третий, третий, первому. На приеме. Паркуется возле семнадцатого дома, как поняли. Понял тебя. Я пешехода выставляю, давайте ищите срочное место для парковки. Так, Андрей, давай поближе, потому что здесь сейчас будет масса машин выезжать и заезжать на эти дурацкие парковки. Кстати, подумай, что ты скажешь вот этим ребятам в красном униформе по поводу червонца за парковочку. Даю приметы. Значит, среднего роста, куртка Adidas, темного цвета, джинсы, лобные залысины. Как поняли? Второй понял тебя, второй понял тебя. Первый, как слышишь меня? Второй, второй. Исподин, эту женщину подошла к объекту. Я второй. Второй, первому, третьему, четвертому. Объект во дворе. Я второй, третий, ответьте, первому. Третий, я первый, выйдите на связь. Третий, это позывные Евгения. Но на связь он выйти не может. Вот, как мы с вами сейчас видим, на скрытой камере Евгений с напарником в данный момент поднимается по лестнице в парадном. Куда? Вот теперь понятно, почему эти двое находились в той самой машине. Очевидно, они поднялись сюда, чтобы осмотреть дверь квартиры. И Евгений пошел за ними. Для того, чтобы отследить даже одного подозреваемого, мы задействуем от 15 до 30 оперативных работников. Самое сложное, так вести наблюдение, чтобы не быть замеченным. В то же время не потерять объекты зоны видимости. Третий, третий, ответьте первому. Униз пошли. Всем группам готовность номер один. Всем группам готовность. Вышли из парадной, вышли из парадной. Вернули подарки, вернули подарки. Похоже не осматриваются. Косичка пошла налево. Спортфильм возвращается обратно на Камышинова. Пошли к тебе. Пошли к тебе. Внимание. Где заосматриваются? Ты мне подскажи, чтобы я с ними лбами не столкнулся, куда они идут. Садятся в машину. Садятся в машину, как они. Мы у тебя на лабиком машину. Ее позволяйте успеть на наших бежать. Это непонятно. Два человека, за которыми следил Евгений, сели в машину и уезжают. Если преступники что-то заподозрили, они отменят операцию. И в тот же день Ашот уедет из города. Евгений бежит к своей машине. Сейчас ему придется принять решение дать приказ оперативникам перестроиться для продолжения слежки за машиной или оставаться на месте у дома. В таких случаях надо очень точно предугадывать действия преступника. Очень важна интуиция и опыт. Довести нужно будет до Коги, как понял. Я понял, я понял вас. Верем, понял. Пока Евгений принимает решение, посмотрите, насколько просто у всех на глазах совершаются преступные действия. Это фрагмент записи, сделанный оператором съемочной группы с помощью дальнофокусной техники во время одной из операций по разработке личности членов банды Ашота. Молодой человек якобы пришел на свидание с девушкой у Казанского собора. В сумке, которую она ему передала, находятся старинные иконы огромной исторической ценности. Этот парень ранее неоднократно был замечен при тоне на улице Джамбула, и за ним была установлена слежка. Теперь он приведет сыщиков еще к одному последнику. Сейчас мы увидим, что вся его роль сводится к простой передаче товара. В этой длинной цепочке участвовало порой до 10 человек, каждый из которых знал только того, с кем встречался. В этой ситуации Ашот был практически неуязвим. Только вследствие кропотливой работы сыщиков удалось проследить все звенья цепи от бандитов к покупателю. Вы видите, что практически все члены банды люди молодые, студенческого возраста. Используя их сложное материальное положение, им предлагали немного подзаработать, перевезти сумку из одного конца города в другой. Многие соглашались и постепенно втягивались в более серьезные дела Ашота. А я получил информацию, что все оперативники готовы к финальной стадии операции. Интуиция не подвела Евгения. Преступники вернулись и в эти секунды поднимаются по лестнице. Валерий Николаевич, значит, спокойно. Спокойно. Как вы говорите, да? Да, да. Не спешите, а то вы уже говорите. Всем внимания, всем внимания, на зону в дверь. Кто там? Оскавьте двери. Солнце двери. Спокойно, дед, будешь двигаться, мозги выше, понял, дед? Будешь делать то, что я скажу. Понял? Понял. Все, пошли, спокойно, спокойно, пошли. Есть кто еще в доме? Кто в доме еще? А? Бандиты обезврежены. Но теперь самое главное заставить Ашота подняться в квартиру, чтобы взять его на месте преступления. Скорее всего, он должен находиться где-то недалеко. Слишком велика цена сделки за картину, он должен убедиться в том, что полотно действительно то самое, ради которого готовилось преступление. Так, тихо, 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 открой его. Лицо вниз, смотри. Юноша. Ну что, вот это вот, вот это вот, вот это вот, 9 миллиметров, понял, да? Поэтому сейчас ты быстренько, быстренько объясняешь. Седой внизу? Да, нет. Ну? Так, что ты должен сделать, чтобы он поднялся? Быстро говори. Так, позвоните. Телефончик где? Телефон где? Зову Май. Как я, новая модель? Как тебя зовут? Быстро, быстро. Зову как тебе? Сергей. Так вот, Сережа, значит, сейчас в делах то, что ты делаешь? Все спокойно, все хорошо. А? Звонишь. Что ты ему говоришь? Говоришь, что? Все, все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Значит, имей в виду, у нас там еще пару парней везут. Плохо скажешь, мы с тобой не договорились. Не будем шуметь. По-настоящему Тельменски, да? А потом разберемся, кто кому чего должен. Отселим. Так, всем по улицам. Кошка. Готовь. Пока отстелим. Второй, третий. Второй, третий. Пока мы не захват, берете кукушку и девушку открывашку в черном костюмчике с льдового волоса. А потом я сейчас у вас на улице. Как понял? Понял вас. Все еще раз снимать. Берем. Саша, за руку. Сова. Ты влюбился? Не питание, где-то не бинты. Поэтому быстренько спокойно и без сонки. Продолжение следует. Прошел. Это я, все в порядке. Будет замечательно. Так, так. Ты же быстро вынесся. Иду я. Так, Саша, остаешься здесь. Мухтару первому. Второй, я первый. Вы объедете, визуально наблюдаете. Первый, третий. Объекты выходят на машине. Первый, внимание. Уже сам. Первый, закладайте. Команды. Первый, заклад. Пошло движение объекта. Пошло движение объекта. Будьте готовы. Дорог готов. Первый, внимание. Объект вышел из машины. К нему подошел второй. Они зашли в подъезд. Полю у вас. Полю. Второй, первой. На приеме. Так, все готовы. Готовы. А вот, кстати, что там у вас все уходит? Ой, что у меня? А вы все равно забегите. Понятно? Тихо. Аббокат. Имейте право внестили. Жду против тебя и твоих родителей. Мог? Стоять, покрылся. Все там. Да, чисто сработано. Теперь Ашот будет задержан вместе с остальными. Сейчас пригласят понятых и составят протокол задержания. Но главное уже сделано. Сотрудники 12-го отдела угрозыска Санкт-Петербурга обезвредили опаснейшего бандита и спасли ценную картину из коллекции, а возможно, из жизни самого коллекционера. Более 30 преступлений подобного рода было раскрыто в минувшем году сыщиками нашего отдела. И каждый из этих дел потребовал огромной длительной, кропотливой работы, терпения и воли. Преступления, связанные с хищением произведения искусств, невозможно раскрыть в один день. На то, чтобы задержать Ашота, потребовалось почти полтора года работы всего отдела. Но результат стоит того. Ашота Ашота Ашота